Формой бонсай я занимаюсь уже 14 лет. Это стало моей страстью, увлечением. И сейчас я с уверенностью могу сказать, какие различия есть в технологиях создания и работы с этими растениями. Это потрясающее искусство, оно очень заразительное, и результатом являются такие вот замечательные, красивые растения. Первый шаг, с которым необходимо будет столкнуться при формировании таких растений, это выбор посуды. Емкость, которая используется при создании растений, которые формируются в форме бонсай, она специализированная. Если вы обратите внимание на чаши, которые у меня находятся на столе, то все чаши из керамики. Эта керамическая чаша, толщина стенки равняется примерно 1 см. У этой чаши обязательно есть отверстие. Оно большое, круглое, как правило, и обязательно есть ножки. То есть вот этот бонсай, который здесь стоит, у него тоже очень правильная чаша, и он стоит на ножках. Отверстие необходимо для аэрации, для того, чтобы корни растений не загнивали. Второй важный шаг – это выбор самого растения. Для нашего климата, конечно, безусловно, подходят вечно зеленые растения. Я сама работала с растениями с листопадными. Это сложно, это некрасиво в зимний период. Идеальным растением, на мой взгляд, является фикус бенджамина. Это очень пластичное растение, которое очень легко укореняется, очень хорошо формируется, легко выносит стрижку, легко переносит пересадку. То есть у него очень много плюсов. Очень хорошим растением является лавр благородный. И одним из легких растений, который плюс ко всему еще цветет, является пиларгония. Все формы бонсай, они формируются из древесно-кустарниковых растений, то есть из тех растений, которые способны к одревесневению и формированию ствола. Продолжение следует...